Слышит ли рыба? Часто во время рыбалки от рыбаков можно услышать что-то вроде. Не шуми, всю рыбу распугаешь. Так ли это на самом деле? Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы разберемся в этом вопросе с научной точки зрения. Если говорить серьезно, то рыба, находясь на глубине, как правило, не видит рыбаков, но прекрасно слышит, как рыбаки разговаривают и передвигаются в непосредственной близости от воды. Чтобы слышать, у рыб имеется внутреннее ухо и боковая линия. Звуковые волны отлично распространяются в воде, поэтому любые шорохи и неуклюжие движения на берегу тут же доходят до рыб. Прибыв на водоем и громко хлопнув дверкой автомобиля, можно рыбу напугать, и она отойдет от берега. Если учесть, что приезд на водоем сопровождается громким весельем, то рассчитывать на хорошую, результативную рыбалку не следует. Очень сильно осторожничает крупная рыба, которую рыбаки чаще всего хотят видеть в качестве основного трофея. Пресноводные рыбы разделяются на две группы. Первая – это рыбы, имеющие отличный слух, карповые, линь, платва. Вторая – это рыбы, имеющие удовлетворительный слух, окунь, щука. Как слышат рыбы? Внутреннее ухо рыб соединено с плавательным пузырем, который выступает в роли резонатора, успокаивающего звуковые колебания. Усиленные колебания передаются на внутренние ухо, за счет чего рыба имеет неплохой слух. Человеческое ухо способно воспринимать звук в этом диапазоне, а звуковой диапазон рыб сужен и лежит в таких пределах. Можно сказать, что рыба слышит хуже человека где-то в 10 раз. Ее основной звуковой диапазон располагается в пределах более низких звуковых волн. Поэтому рыба в воде может слышать малейшие шорохи, тем более ходьбу на берегу или удары о землю. В основном это карповые плотва, поэтому собираясь на карпа или плотву, следует обязательно учитывать данный фактор. Хищная рыба имеет несколько другое строение слухового аппарата. У них отсутствует связь между внутренним ухом и воздушным пузырем. Они больше надеются на свое зрение, нежели на свой слух, так как звуковые волны, лежащие за данными пределами, они не слышат. Лишний шум на водоеме очень сильно влияет на поведение рыб, которые имеют хороший слух. В таких условиях она может перестать передвигаться по водоему в поисках пищи или прервать нерест. При этом рыба способна запоминать звуки и связывать их с событиями. Занимаясь исследованиями, ученые установили, что шум очень сильно действует на карпа, и он в таких условиях прекращал кормиться, в то время как щука продолжала охотиться, не обращая внимания на шум. Органы слуха у рыб. Рыба располагает парой ушей, которые расположены позади черепа. Функция ушей рыбы заключается не только в определении звуковых колебаний, но и служат органами равновесия рыбы. При этом ухо рыбы, в отличие от человека, не выходит наружу. Звуковые колебания к уху передаются через жировые рецепторы, которые улавливают волны низкой частоты, генерирующиеся в результате движения рыбы в воде, а также посторонние звуки. Попадая в мозг рыбы, звуковые колебания сравниваются, и если среди них появляются посторонние, то выделяются, и рыба начинает на них реагировать. Благодаря тому, что рыба имеет две боковые линии и двое ушей, то она способна определять направление по отношению к издаваемым звукам. Определив направление опасного шума, она может вовремя спрятаться. Со временем рыба привыкает к посторонним шумам, которые ей не угрожают, но при появлении незнакомых ей шумов, она может отойти от этого места, и рыбалка может не состояться. На этом на сегодня все. Теперь, когда вы приедете на рыбалку в компании, а вам бы хотелось побыть наедине с собой, то вы смело можете пересказывать эту статью и наслаждаться тишиной и природой. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Напишите, что вы любите больше во время рыбалки. Тишину и покой. Или, может, шумные разговоры. Всем удачи, всем пока.